Издательство «Миф» представляет Наталья Гребенкина Ким Сора Четырехмерный книжный магазин и вращающийся монстр Как ни посмотри, а это очень странно. Здания же не вырастают за одну ночь, словно грибы. Если нет, то этого здания точно не может здесь быть. Вчера, правда, дождь лил, как из ведра, Сверкали молнии и громыхало не на шутку, Но даже тайфун не смог бы перенести сюда целый дом. На ясном голубом небе с самого утра не было ни облачка, Но воздух казался влажным и тяжелым. Уверенная в том, что до вчерашнего дня Это здание здесь точно не стояло, Миджи нахмурила лоб. Это было ее секретное местечко. Ни один человек не знал о нем, По крайней мере, насколько Миджи было известно. С тех пор, как она его обнаружила, Тут ей ни разу не встречались прохожие, И сама девочка тоже сюда никого не приводила. Хотя ничего особенного в этом месте не было. Просто пустырь в тихом глухом переулке. Бетонный пол и небольшая ограда, Да пара травинок, еле видневшихся сквозь трещины, Если хорошо приглядеться. Миджи наткнулась на него, Однажды случайно сбившись с дороги, И этот пустырь ей понравился, Потому что показался очень похожим на нее саму. Унылая и никчемная, Одним словом, бесполезное существо. Именно так воспринимала свое я Семиклассница Ли Миджи. «Да что же это за здание?» Снова подумала она. Девочка уставилась на строение, Сверкающее в ярких лучах летнего солнца. Оно больше походило на контейнер в форме куба, Зато все стены оказались разного цвета. Передняя — розовая, Боковые — зеленая и голубая, Задняя — фиолетовая, А верх — черный. Этот странный маленький домик Мог вместить в себя максимум одну комнату. Откуда же он взялся? А вон то серебристая, Это что, дверь? Ощущая странность происходящего, Миджи застыла на месте, Не смея подойти поближе. Внезапно рядом послышался голос. Упрямая, ужасно упрямая, Явилась таки сюда смотреть. Откуда ни возьмись, Рядом с Миджи Возник бледный мальчик с аккуратной прической, Разделенной пробором. Девочка видела его впервые, Но одет он был в такую же школьную форму, Как у нее. Миджи с любопытством посмотрела на него, И мальчик невозмутимо протянул ей руку. Это я, Ли Хюн-Дже. Ты же меня знаешь? Вот и хорошо. Знаю? Да я тебя впервые вижу. У мальчика были миндалевидные глаза С крупными зрачками, Высокий нос, Яркие пухлые губы И подтянутое тело без единой жиринки. Он был не очень высок, Но его лицо казалось чересчур маленьким, А руки и ноги длинными. А он красивый. Растерянная Миджи вдруг заволновалась. Она неуверенно ответила на рукопожатие, Но ладонь мальчика оказалась удивительно холодной и гладкой, Словно страница новой книги. Они все еще держались за руки, Когда Хюн-Дже неожиданно притянул Миджи к себе И прошептал ей на ухо. Ты это... Помягче. Главное, не убивай. Что? Хюн-Дже усмехнулся и пошел к стене. В то мгновение, когда Миджи подумала, Ой, сейчас врежется, Он вдруг исчез. Да что это? Пробормотала себе под нос девочка, Переводя взгляд с бетона на здание и обратно. Но сколько бы она ни смотрела, Ответа не было. В это время в кармане завибрировал телефон. До конца обеденного перерыва в школе Оставалось десять минут. Миджи обычно ела на обед булочку, А потом сразу шла на свой пустырь, Чтобы почитать. И всегда ставила будильник. Если она читала в классе, Другие ребята начинали ее задирать, Поэтому Миджи предпочитала приходить сюда. Но сегодня из-за появления странного здания Ей не удалось даже открыть книгу. «Да что же это за здание?» В очередной раз пробормотала девочка. Бросив последний взгляд на разноцветный домик, Миджи побежала в сторону школы, Зажав подмышкой роман Демиан в твердом переплете. Начался пятый урок. Миджи еще с начальной школы, Понемногу все сильнее отдалявшаяся от математики, Смотрела на цифры, написанные на доске, И чувствовала, как голова начинает кружиться, Будто при взгляде на стереокартинку. Девочка невольно перевела взгляд за окно. Там, ровно посередине над спортивным стадионом, Висела огромная сфера. Миджи потерла глаза. «Это сон?» «Но почему тогда голос учителя такой четкий?» Учитель звал ее по имени. «Ли Миджи! Эй! Ли Миджи! Миджи!» Девочка резко подскочила на месте. От ее движения покачнулась задняя парта, И одноклассницы, сидящие за ней, Тут же зашушукались. «Ха! Зануду спалили, что она спит!» Миджи резко обернулась И встретилась глазами с девочками, Хихиковшими полулежа на парте. Миджи указала пальцем в окно. Одноклассницы завопили. «Это еще что такое?» И от их крика весь класс одновременно Повернулся к окну. «Что это? Что это такое?» Даже учитель математики подбежал к окну И, протирая очки во все глаза, Смотрел на загадочную сферу. Ребята один за другим Принялись высказывать свои предположения. «Может, это сюрприз для кого-то?» «Что это за сюрприз такой? А зачем она такая большая-то?» «О, оно двигается?» «Точно! Крутится, как волчок!» Пока ребята шептались, Прозвенел звонок с пятого урока. Огромную сферу за окном Заметили не только в классе Миджи, Так что вся школа загудела От топота сотен ног, Спешащих вниз к выходу. Самым первым до стадиона Добежал девятиклассник По имени Чон Джин Хо. Он немешкая протянул руку к сфере. Рука в мгновение ока исчезла, А в лицо Джин Хо Брызнула алая кровь. Он громко завыл. «Моя рука!» Одновременно с его криком Огромная сфера Внезапно пропала из поля зрения. «О, куда она девалась?» Ребята начали впадать в панику, И тут сфера снова возникла в воздухе. Из нее выпала рука Джин Хо. Только теперь на ней было всего лишь три пальца. Джин Хо, спотыкаясь, Отступил назад и пролепетал. «Монстр!» Остальные ребята сначала попятились в нерешительности, А затем повернулись и побежали прочь. Несколько человек, оставшихся позади, Исчезли внутри сферы, У некоторых оторвало руки, ноги, плечи И другие части тела. Немного погодя, Все раненые ребята, Начиная с Джин Хо, Тоже оказались внутри сферы. Из-за исчезающей и вновь появляющейся сферы, Брыжущей кровью, Школьный стадион превратился в хаос. Уцелевшие ребята забежали обратно в классы И закрыли все двери и окна. Монстр в форме сферы Продолжал летать над стадионом, То появляясь, То исчезая, Словно сломанная рождественская гирлянда. Уроки на этом закончились. Классная руководительница по прозвищу Парик, Запыхавшись, прибежала в класс и объявила, «Все идите домой! Скорее!» Ребята, которые плотно закрыли двери и окна И даже занавесили их шторами, Опасливо покосились на стекло и спросили, «Что? Сейчас?» Парик, настолько быстро бежавшая в класс, Что ее приклеенная челка совсем скособочилась, Указала рукой в сторону стадиона. «Я уточню, что это такое, И напишу вам в общем чате. А пока идите домой, И как можно тише!» Ребята послушно стали собирать вещи. Парик учительницы был их излюбленным предметом для шуток, Но сегодня всем было не до смеха. К счастью, главные ворота находились позади школы, И можно было безопасно покинуть здание. 870 учеников, За исключением тех, Кого уже сожрала сфера, В целости и сохранности покинули школу под руководством учителей. Проводив учеников, Преподаватели тоже разошлись по домам. Экстренное совещание было решено провести онлайн. Издали приказ о временном закрытии школы. Телефон в учительской разрывался, Но никто не поднимал трубку. Несколько смельчаков загрузили в общий чат фотографии и видео, Снятые у школьных ворот. На записи можно было увидеть, Что монстр, Увеличившись в размерах в несколько раз, Все еще мелькает над стадионом. Полицейские и криминалисты начали расследование. Несколько человек, Слишком приблизившихся к монстру, Исчезли внутри него, Или оказались разорваны на куски. Следователи решили соблюдать безопасную дистанцию, Соорудив рядом со школой наблюдательный пост, С которого отслеживалась динамика поведения монстра. Нужно было придумать, Как с ним бороться. Никто не знал, Откуда появилась сфера, И какова ее цель. Тем временем Меджи слонялась по улицам С книгой под мышкой. Родители находились на работе. И школы должны были сообщить им О чрезвычайной ситуации, Но они не звонили дочери. Скорее всего, Она увидится с ними только в выходные. Члены семьи Меджи Не особо замечали существование друг друга. Позавтракав хлопьями с молоком, Меджи бездельничала дома, Как друг вспомнила о вчерашнем разноцветном здании. Интересно все-таки, Что же это было? Девочка открыла Демиана, Но сосредоточиться на чтении не получалось. Немного помучившись, Она закрыла книгу и уставилась на обложку. На ней был изображен золотоволосый Синклер, А позади него стоял юноша с темными волосами, Держа руки у лица Синклера. Миндалевидные глаза и острый подбородок, Встроенное, но явно очень сильное тело. Этот мальчик... Вылеты Ли Хён-Дже. Меджи долго смотрела на картинку, А потом резко подскочила И отправилась на улицу, Зажав книгу подмышкой. Если пройти мимо автомастерской, Резко повернуть направо И подняться немного в гору, То появится он. Переулок, в котором практически Нет признаков присутствия человека, Но зато есть много бродячих кошек. Дойдя до переулка с пустырем, Меджи застыла от удивления. Разноцветное здание Все еще стояло на месте, А перед ним на корточках Сидела девочка И наливала молоко бродячей кошке. Внешность и наряд ребенка Выглядели крайне необычно. Белоснежная кожа, Светлые волосы, Платье, переливающиеся Всеми цветами радуги, И резиновые сапоги. Она с довольным видом Гладила пятнистые животные И бормотала. «Я сделала это!» «Справилась!» Почувствовав присутствие Другого человека, Пятнышко подняло голову От миски с молоком. Громко мяукнув, Кошка стремительно скрылась из виду. Девочка посмотрела на Меджи. Она захлопала ресницами, Приложила руки к щекам И заверещала «Уааааа!» Совсем как фанатка На концерте популярного певца. Меджи так растерялась, Что даже не заметила, Как книга выскользнула Из ее руки И упала на землю. Девочка подошла ближе, И Меджи заметила, Что ее глаза блестят Серебряным цветом С фиолетовыми вкраплениями. Меджи нерешительно попятилась, но девочка звонко рассмеялась и протянула ей руку.